На сегодняшний день во всей стране более 400 классов, которые сотрудничают с пограничными войсками. Вот отряд юных друзей-пограничников создан впервые. Такой честью удостоились ребята из военно-патриотического клуба «Гренадер». У юных защитников большие надежды на сотрудничество с пограничниками. Мне кажется, в первую очередь это будет военная подготовка в плане физической, возможные занятия на пограничной базе. Также подготовка, там смотр оружия, строевая подготовка, это все надо. Ну, ожидаю то, что будем плотно с ними сотрудничать, различные акции. То есть, хотелось бы вообще побывать на границе на самой, ну, лично мне. Я думаю, всем, кстати, хотелось. Для того, чтобы стать отрядом, ребятам пришлось пройти много испытаний. 150 воспитанников «Гренадера» юными пограничниками стали только 18 лучших. На торжественной церемонии в Красной Поляне ребята произнесли клятву. Торжественно клянусь, до конца жизни быть верным нашей любимой Родине. Умножать боевые и трудовые традиции народа. Обладевать знаниями. Расти сильным, смелым и мужественным. Помогать старшим, не обижать младших. Все это соблюдает законы юных друзей-пограничников. Поздравить ребят с первой присягой пришло много почетных гостей. В их числе и герой Советского Союза, первый командир подразделения «Альфа», генерал-майор в отставке Виталий Бубенин. Собственно, его именем и назван первый в России отряд юных друзей-пограничников. Он же будет и почетным руководителем отряда. Вы сами видели, с каким волнением ребята принимали присягу. Теперь они будут проходить определенный курс обучения, подготовки. Потом у них предстоит еще большая задача сдать на экзамен, что ли, жизненный экзамен, сдать на право получения зеленого борета. Служба в отряде даст юношам большие возможности для дальнейшей военной карьеры. Патрулировать рубежи страны сейчас они не будут, но пограничники не обделят вниманием своих юных друзей. Ребята будут проходить основу военной подготовки во всех отделениях пограничной службы. Пример для ребят есть. Алексей Воробьев раньше был членом клуба «Гренадер», а сегодня достойно служит в рядах пограничных войск. У нас проходит не только спортивная закалка и физическое развитие, но еще и духовное воспитание. Те традиции, за которые я уже ранее говорил, они у нас присутствуют и приумножаются. И вот я думаю, что это будет новая, очень замечательная традиция, которую мы будем поддерживать. Это вот те связи, которые сейчас организуются между клубом и службой в городе Сочи. Также все члены отряда получили галстуки и удостоверения юных друзей пограничников. Поздравили ребят и члены спортивного общества «Динамо». Теперь юные пограничники станут полноправными участниками ежегодных спартакиад. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».